Илья приметил Аню сразу, как только она переступила порог их класса. Таких красивых девочек в их деревне не было отродясь. Деревенские девчонки были все крупные, с широкой костью, круглолицые курносы и с толстой косой до пояса. Аня же была как будто выточена самым искусным скульптором на земле. Невысокая, хрупкая, с модной стрижкой светлых волос, пухлые губы и глаза с поволокой. Они переехали из города в их поселок, куда перевели работать ее отца. Глядя тайком в эти глаза, у Ильи захватывала дух. Деревенские одноклассницы, шумные на переменах, во дворе школы постоянно прыгали то в классике, то в резиночко. Аня же всегда загадочно сидела на подоконнике и глядела в небо широко распахнутыми глазами или читала. С книгой она вообще никогда не расставалась. Один раз Илья тайком подсмотрел, что она читает. Оказалось, стихи. Тихая, утонченная, романтичная. Аня совсем вскружила парню голову. Он тоже стал брать в библиотеке стихи. Пушкин и Лермонтов были уже им почти что зачитаны до дыр. А когда в один из дней Аню случайно шибли на перемене мальчишки, то директор попросил Илью проводить одноклассницу домой. Они шли медленно. Аня хромала. По центральной улице Илья нес ее портфель. Слово за слово разговорились. Аня была очень удивлена, что ей есть о чем поговорить с деревенским парнем. Она обещала дать ему почитать Блока, Гумилева и Цветаеву, если он завтра утром зайдет за ней в школу. С этих самых пор началась их дружба, которая переросла в нежное первое чувство. Они ни дня не могли прожить друг без друга и договорились, что как только станут взрослыми, то обязательно поженятся. Правда, Илью после школы сразу призвали в армию. И Аня честно его ждала. И дождалась. Семьи обоих были против их брака. Для Ани родители хотели образованного и достойного их дочери-жениха. Семья же Ильи вообще не понимала, как может такая тростинка вести хозяйство. Ему нужна крепкая деревенская жена, кровь с молоком. Но ничего не могло разлучить влюбленных, и они просто пошли в сельсовет и расписались, поставив всех родных перед фактом. Делать было нечего, теперь взрослым оставалось только помогать наладить быт молодой семье. Поселились молодожены в доме у бабушки Ильи. Она недавно умерла, и хороший просторный дом достался ему в наследство. Илья работал, а хрупкая Аня взвалила на свои плечи все хозяйство. Она оказалась очень проворной и работящей. Дел, конечно, хватало, как и в любом хозяйстве. Большой сад требовал ухода. Всегда есть что подлатать в самом доме. К тому же, несколько лет назад Аня увлеклась животноводством. Завела каких-то крошечных декоративных кур, перепелок цесарок, которые несли цветные яйца. А перепелки яйца в крапинку размером с наперсток. Так прожили они в любви и согласии 10 лет. И вот уже Ане за 30. Дом полная чаша, есть все, что душа пожелает, а комнаты так и не наполнились детским смехом. Аня сперва сильно переживала, но потом смирилась. Значит, такая у нее судьба. Брать ребенка из детского дома они не хотели, хотя могли выбрать самого лучшего и того возраста, какого бы хотели. Но они договорились между собой, что делать они этого не будут и все же попытаются родить своих. Но так и не получилось. Мать Илью всего запилила. Говорила же я тебе, не женись на ней. Какая из нее жена, тем более мать. Селедка, она тощая. Ду не развалится. Не послушался же. Вот у ваших одноклассниц у всех уже по двое, а то и по трое детей. А ты с этим пустоцветом связался. Илья огрызался. Он никогда не давал в обиду свою любовь, поэтому мать высказывала все претензии только ему. А он верил, что у них с Аней обязательно будет малыш, ведь они так мечтают об этом. Вот только он даже не мог себе предположить, как и когда это случится. Сколько у них уже было обследований и лечений, не пересчесть. Врачи только руками разводили. Оба супруга совершенно здоровы. Но больше всего Илью беспокоило, что Аня стала замыкаться в своем горе и стала ходить в церковь. Они как-то в последнее время стали отдаляться друг от друга. Она в храм молиться, а он в лес, только там он мог ощутить умиротворение и гармонию с собой. Брал корзину и шел бродить знакомыми с детства тропами. Иногда ему казалось, что в лесу он ищет не грибы, а что-то совсем другое, очень важное. Наступила самая благостная пора, ранняя теплая осень. Илья, конечно, зачастил в лес. Встав поутру, быстро собрался, взял нож, корзину, чмокнул сонную супругу в щеку и отправился к опушке. Отодвинув очередную ветку, он вышел на прогалину. Он присел на удобную кочку и перевел дух. Илья даже не сразу заметил, что невдалеке на лужайке стоит волчица, а с ней выводок, два подросших малыша. Угораздил же бог встретиться, пронеслось в его голове. Хотя такое поведение дикого зверя его очень удивило. Волчица должна была почуять человека издалека и увезти своих детей, а она стоит как вкопанная и внимательно смотрит на человека, как будто его куда-то зовет. Может, еще с одним детенышем беда, и ей нужна помощь. Илья слышал о таких случаях в природе. Волчица неожиданно на несколько шагов углубилась в сторону леса. Малыши последовали за ней. Потом они опять остановились. Илья потихоньку встал и двинулся за ней. Волчица опять отпрыгнула в сторону леса, как будто вела человека за собой. Илья двинулся вслед за волками, туда, куда они его вели. Происходит что-то странное. Только успел подумать Илья, как откуда-то из-за спины послышалось кряхтение. Мужчина спокойно обернулся. Лес он знал, как свои пять пальцев и никакой опасности не ощущал. Звук повторился. Грибник огляделся, пытаясь понять, откуда он идет. Неподалеку лежало вросшее в землю огромное трухлявое бревно. Илья встал, обошел громадину и ахнул. Прямо на траве стояла коробка, а в ней на расстеленном одеяльце лежал младенец. Именно он издавал те самые звуки, сонно покряхтывая, и шевелил крошечными ручками, тянул их из пеленок. Илья даже на секунду не мог подумать, что младенца кто-то выбросил в лесу. Он растерялся, куда делась его мать. Мужчина было отошел, собираясь поискать родных ребенка, но тот громко заплакал. Вздохнув, Илья осторожно взял малыша на руки и начал успокаивать. Да разве ж нормальная женщина оставит свое дитя в коробке в лесу, да еще и осенью. Понятно, что от младенца просто избавились, и прижав к себе ребенка, он поспешил домой. По дороге он думал о волчице, которая привела его на злополучную поляну. Ведь младенец мог стать ее легкой добычей, но она, как истинная мать, решила его спасти. Илья даже подумать боялся, что могло бы случиться с малышом, не пойди он сегодня в лес. Через какое-то время им с Анной удалось усыновить найденыша, а потом на радость счастливым родителям у них еще и долгожданная дочка появилась. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!